здравствуйте друзья мои обещала вам оладушки будут вам оладушки и так что мы делаем оладьи на кефире пышные чтобы не опадали это знаете из разряда когда говорят что с блина блины не получаются тонкие оладушки не получаются пышные опадают после сковородки так вот насчет тонких блинов ролик на канале у меня уже есть а насчет пышных оладушков сейчас покажу все просто справится даже ребенок все пропорции я вам объясню на 200 грамм дальше просто умножаем что хотим я сегодня сделаю 400 грамм и так кефир 400 грамм кефира кстати давайте проверим эту теорию граммы нужно миллилитров взвешивать граммах я вот отмерила 400 миллилитров кефира у меня такой же стакан и получается что это 417 грамм то есть друзья мои граммы миллилитры 400 кефир особого значения не имеют но принципиально чтобы этот кефир был теплый поэтому я сейчас отправлю на меня комнатная температура на 30 секунд отправлю в микроволновку что касается всего остального запомните просто кефир и мука один к одному то есть на 200 грамм кефира 200 грамм муки на 400 грамм кефира правильно 400 грамм муки значит я оставлю на весы и сразу отмеряю муку 400 грамм не просеиваю эту муку то есть если вы думаете что оладьи с просеянной мукой будут пышнее ничего подобного достаточно просто вытрясти эту муку в миску 400 грамм муки на каждые 200 грамм кефира нам нужно одно яйцо у меня кефир 400 грамм значит два яйца я просто сделаю какую-то лунку на каждые 200 грамм кефира столовая ложка сахарного песка у меня 400 2 столовые ложки я делаю с горкой мы любим когда оладушки послаще но этого более чем достаточно щепотка соли всегда когда мы готовим что-то сдобное для вкуса чтобы это был хороший вкус щепотка соли на две порции чуть больше что нам осталось масло растительное масло на каждые 200 грамм кефира 1 столовая ложка масла 1 2 и тем временем мой кефир нагрелся сейчас я его тоже отправлю сюда вот он теплый на самом деле теплый кефир и вам покажется что тесто густое не бойтесь оно да должно быть густым и вы поймете почему так просто ложкой даже миксер я здесь не использую нет в этом никакого смысла хорошо подружить муку и все жидкие ингредиенты уйдет у вас на это две минуты это не так сложно в теплом кефире мука очень хорошо расходится яйца очень хорошо расходятся и даже если вдруг у вас останутся какие-то комочки они тоже разойдутся пока мы оставим тесто отдыхать набухать то есть до какой-то сумасшедшей гладкости выбивать тесто не нужно и вот смотрите ровно в тот момент когда тесто ваше уже готово только сейчас я добавлю соду на 200 грамм кефира пол чайной ложки соды у меня 400 грамм поэтому я дам сюда целую чайную ложку соды обычная пищевая сода и хорошо эту соду вмешаю в тесто это последний этап замеса который мы с вами сделаем больше я это тесто перемешивать не буду никогда поэтому вмешали соду что осталось сделать дать тесту немного отдохнуть нужно накрыть его крышкой либо пленкой что у вас есть 15-20 минут максимум дело в том что соду тоже сода не требует такого долгого стояния для того чтобы и заработать то есть 15-20 минут и это тесто не очень хорошо хранится в холодильнике поэтому делайте ровно столько сколько хотите съесть хотя холодными эти оладушки тоже будут очень и очень вкусными через 15 минут встретимся итак друзья мои что нам нужно для того чтобы спечь оладушки конечно же сковородка крышка куда выкладываем и вы конечно же можете выкладывать эти оладушки на сковородку ложкой никто вам не запрещает но вы же прекрасно все знаете как я люблю кондитерские мешки и вот оладьи я уже показывала не раз то есть это моя так скажем моя любовь жарить все что можно кондитерских мешках отсаживать кондитерских мешках я возьму один большой мне есть вот такая баночка из-под феты я ее использую для того чтобы знаете удобно было что-то выкладывать именно в кондитерский мешок тесто такое стало помягче сейчас я вам покажу вот видите она разошлось так немножко мягкая и я переложу его сейчас мешок кстати сковородку то мы поставили но неплохо было бы налить в нее еще и масло пусть себе разогревается на небольшом огне я в принципе делаю это практически на минимальном вот уменьшу до 120 градусов наверное температуру но вы ставьте на самый маленький газ который у вас есть в доме тесто она тягучая хорошая где-то уже даже какие-то поры появляются видите я его не перемешиваю я просто переливаю его из одной емкости в другую если будете выкладывать ложкой тоже не перемешивайте просто аккуратно с краю берите кусочки на ложку теста и выкладывайте сразу в сковородочку знаете оладий вообще любое тесто она в принципе не любит суеты никуда не спешите делайте это с удовольствием с душой такое чтобы вот как вы себя чувствуете так будет чувствовать себя и тесто которое вы приготовили у меня есть такие защипы для пакетов именно им я закрою пакет сразу нужно приготовить какую-то миску куда мы мы кончик пакета отрежем куда я буду этот пакет выкладывать в тот момент когда не выдавливаю тесто я для этого использую обычную вот мисочку которая есть в доме сковородочка у меня нагрелась отрезаю кончик и начинаю отсаживать наши оладьи можно отрезать ножницами а можно делать как я просто зажимая кончик руками масло должно быть достаточно много тесто для оладьев любит масло сами выбирайте какой размер будет у ваших оладьи у меня вот такие накрываем крышкой жарится очень быстро минута с каждой стороны но вы сейчас сами все умеете а И знаете, мои дорогие, есть еще одна причина, почему я люблю оладьи, тесто и все остальное выдавливать из кондитерского мешка. Просто-напросто оладьи, блины это такая вещь, над которыми котлеты, знаете, над ними не надо стоять, потому что когда ты над ними стоишь, они не жарятся и хочется все сделать быстрее. Так я точно знаю, что у меня есть минута и по ходу пьесы делаю какой-то порядок на кухне, потому что когда тесто закончится, я просто выкину этот пакет в мусор и все, и сяду вместе со своими друзьями, родными, есть эти замечательные оладушки. А если бы я делала это ложкой, то мне потом пришлось бы срочно замачивать, замывать эту форму, в которой я тесто месила. Поэтому сейчас с вами поболтала, переверну и помою всю посуду, которая есть у меня в раковине. Вот смотрите, я отсадила последние оладьи, прищепку не забыть снять, ценная вещь. А в пакет можно просто выбросить в мусор. С чем есть? Кто-то любит со сметаной, кто-то любит с вареньем. А у нас в семье, знаете, в магазинах появилось такой кетчуп и майонез, майонез и кетчуп. Так вот, мы любим сметана варенье, поэтому я все время заранее уже делаю такую смесь. Беру несколько ложек сметаны. Несколько ложек любимого варенья. Сегодня у нас любимое будет малиновое. И все это ответственно замешиваю в один флакон. И даже обе ложки оставлю в миске, потому что каждый возьмет себе какую-то ложечку. Правда вкусно. Друзья мои, оладьи готовы. Вот видите, целая гора. Посуда помыта, можно садиться есть. Я возьму один, который похолоднее снизу. И, конечно же, я его попробую. Хотя, что его пробовать? Классные. Классные, пышные оладушки. Видите, они никуда не опали. Они ровно такие, как должны быть. Достаточно сахара, достаточно сдобная. Господи, какая я все-таки обжора. Готовьте. Готовьте с удовольствием. Готовьте для себя, родных, близких, детей. Пусть в вашем доме царит хорошее, вкусное настроение. Ну и, конечно, мирного неба вам всем над головой. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»